МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Больше льгот правительство Чуваши обсудило ряд вопросов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чувашский Кулибин. Чем прославился мастер на все руки? 75-летию победы посвящается. В республике стартовал месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Одна из самых обсуждаемых тем этих дней формирования нового состава правительства России. Выстраивать конструктивное взаимодействие с федеральным центром сейчас главная задача. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. От себя лично, от Кабинета Министров, жителей Чувашьей республики поздравим за оказыванное доверие и за назначенные уже федеральные министры и вице-премьеры по своим должностям. Пожелаем им успешного счастья. Не прошло и недели. После назначения председателя правительства страны Михаил Мишустин уже сформировал команду. Обновление состава федерального Кабмина, запрос на перемены, отметил глава региона. Обсудить рабочие вопросы с уже приступившими к своим обязанностям членами правительства. Глава региона намерен на полях Сочинского инвестиционного форума. Предложения от республики должны быть включены в госпрограммы развития страны, отметил Михаил Игнатьев. Надо готовиться и с теми предложениями, которые с нашей стороны будут, нужно участвовать на правом плане дискуссии, соответственно, отставить интересы к вашей республике. Среди приоритетных задач строительства доступного и комфортного жилья. Сегодня члены правительства республики приняли поправки в госпрограмму. В бюджет региона заложат еще 550 миллионов рублей. Для селян с этого года действует и специальная ипотека с минимальной ставкой в 3%. Мы планируем, что с учетом господдержки получат улучшение 4269 семей и на эти цели направляются 1,7 миллиарда рублей. Количество семей в республике должно около 30% иметь возможность приобретать жилье в республике, то есть не менее 30%. Но не всегда жилые комплексы возводят согласно генеральному плану. В качестве примера глава региона привел микрорайон Байконур. Его дольщикам подрядчики давали совсем другие обещания. Этот микрорайон был предназначен 19 гектаров вообще под наших космонавтов, чтобы был там пар, хороший пар. Но предприниматели потом все это скорректировали, городские власти отдали разрешение другого направления. 30-градусный мороз платили, говорят, полно, те, которые там проживают. Я обозначаю эту позицию, уважаемые коллеги, мы не нужны загонять людей в тупиковую ситуацию. Михаил Игнатьев поручил наладить тотальный контроль за тем, как реализуются проекты комплексной застройки в муниципалитетах. Отдельное муниципальное образование выдает разрешение на строительство тем строителям, тем предпринимателям, которые не могут освоить эти территории. В центре внимания правительство республики и бесплатная юридическая помощь. Теперь право на безвозмездные консультации специалистов получат граждане предпенсионного возраста, обманутые дольщики и вкладчики кредитных организаций. Поправки в законопроект члены Кабмина поддержали. Слуги тех же адвокатов будут оплачиваться за счет республиканского бюджета, а не самими гражданами. Это вопросы для граждан предпенсионного возраста, связанные с исполнением трудового законодательства, в том числе право на выход на пенсию в досрочном установленном законном порядке, граждан, участников долевого строительства по вопросам защиты прав, в части действий и бездействий застройщиков. И все новые инструменты, и изменения законодательства внесены для того, чтобы не было этих таких вообще бакующих факторов однозначных. Конечно, есть дома у нас сейчас, которые еще не достроены. И еще одно решение Кабмина – компенсация расходов по уплате взносов на капремонт ветеранам труда. На эти цели в бюджете региона заложат порядка трех миллионов рублей. Господдержку получат более четырех тысяч человек. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. С 29 января в Республике начинается прием детей в начальные классы. В этом году первый звонок прозвучит для 7700 детей. Записаться можно через автоматизированную информационную систему Е-услуги образования. Заявления будут приниматься по графику. Каждый день разный район. Запись начнется с Калининского района, затем Ленинский, Московский. А с 1 февраля можно будет обратиться во все общеобразовательные организации столицы Чувашии. Принимать заявления начнут с 9 утра. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием начнется с 1 июля на свободные места. Для подачи заявления о приеме ребенка в первый класс родителям необходимо заполнить данные на портале образовательных услуг самостоятельно или обратиться в общеобразовательное учреждение по территориальному закреплению. В случае подачи заявления через портал, заявитель должен в течение семи рабочих дней представить в школу оригиналы документов. В рамках проекта «Доступный интернет» доступ к порталу госуслуги и веб-ресурсов органов власти станет бесплатным. Такое нововведение предложил Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Записаться на прием к врачу, заплатить за коммунальные услуги, подать заявление на детские пособия. Сегодня все это можно сделать через интернет. Портал госуслуги набирает все больше пользователей в нашем регионе. Кстати, с 1 марта этого года зайти на все порталы госуслуг и сайты федеральных региональных органов власти можно будет совершенно бесплатно. Операторы перестанут взимать плату за трафик при переходе на эти сайты. Зайти на них можно будет даже при нулевом балансе. 2020 год объявлен в России годом памяти и славы. В честь 75-летия Великой Победы в московском районе города Чебоксара стартовала акция «Чистый дом, тепло и уют». Молодые люди приходят к ветеранам, чтобы помочь по хозяйству и узнать из первых уст о героическом прошлом страны. Вот я такой был, конструктор. Так видно. Когда началась война, Анатолию Никитичу Макарову едва исполнилось 11 лет. Три года он прожил на оккупированной территории. После войны Анатолий Никитич окончил среднюю школу. Затем в Брянском государственном инженерно-технологическом университете получил техническую специальность. Потом работал мастером лесопильного цеха, механиком на мебельной фабрике, ведущим конструктором в НИИ. В 1980 году судьба привела его в Чебоксары, где до выхода на пенсию он трудился заведующим конструкторского отдела ООО «Автомат Стром». Анатолия Никитича мы поздравляли с юбилеем. Недавно ему исполнилось 90 лет, 8 января. И в связи с этим он пригласил нас просто в гости. И когда мы увидели, что ему действительно нужна помощь по дому, он сказал, если вы хотите, можете помочь. Но на самом деле он нуждается в общении, чтобы выразить свои эмоции, поговорить с кем-то. Мы с ним можем и пообщаться, и убраться. Вот в итоге мы совмещаем полезное с приятным. Рядом с гостями хозяин дома и сам молодеет. Он многое может рассказать. Ему есть чем гордиться. Мои все дети. Вот у меня старшая дочь Нина. Затем это Сережа следом идет. А затем младший Виктор. Несмотря на пережитые трудности и преклонный возраст, Анатолий Никитич сохранил удивительную ясность ума и чувство юмора. Он замечательный рассказчик. Волонтеры и гости слушали ветерана с нескрываемым удовольствием. Когда-то в определенное время подросткам я играл на балалайке. Мы веселили девчонок. На гармошке играл когда-то. В наше время не было ни магнитофонов, ничего. Мы все делали сами. Добровольческая акция «Чистый дом. Тепло и уют» работает в московском районе города с 2009 года. В нынешнем юбилейном году у волонтеров много работы. Но это приятные хлопоты. Богдана Дойникова, Юлия Адюкова, Андрей Шоклев, Республика. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в поездах РЖД. Причем независимо от категории вагонов. Вместе с ними бесплатно может ехать один сопровождающий. Количество поездок не ограничивается. Новое введение вступило в силу с начала этого года. Сборы за оформление проездных документов взыматься не будут, так же, как и оплата за сервисные услуги. В их числе постельное белье и питание. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно пользоваться и услугами пригородных поездов. В продолжение темы в Чебоксарах открылась выставка, посвященная подвигу Ленинграда в Великой Отечественной войне. Это первый проект художественного музея к 75-летию Победы. Одна из самых трагичных и героических страниц нашей истории в живописи и графике. У каждой из 23 представленных работ особая атмосферная палитра. Не яркие на первый взгляд, они полны красок жизни. 900 дней глазами тех, кто видел, кто пережил. Эта экспозиция первая в год памяти и славы. Куратора посвятили ее блокадному Ленинграду. Валентина Боброва увидела в ней иллюстрации к блокадной книге Данила Гранина к великому противостоянию моральных дистрофиков и спасателей. Моральными дистрофиками Данил Гранин называет тех, кто не хочет знать и помнить обо всем, что было пережено в блокадном Ленинграде. А у каждого был свой спаситель. Это раздел книги, где несколько ленинградцев рассказывают о том, как в самые тяжелые минуты, когда человек приложил все усилия, но у него не осталось, к ним подходили люди, помогали подняться на улицы, дойти до дома. Поили просто кипятком элементарно. И вот эта самоотверженность, взаимовыручка – это то, что спасло Ленинград. Именно духовная составляющая жителей блокадного Ленинграда. Именно напомнить об этом, чтобы не было у нас моральных дистрофиков – основная цель этой выставки. Одним из самых скорбных символов блокады, безусловно, стал дневник Тани Савичевой. В первые годы блокады девочка потеряла всех родных. Ее образ нашел отражение во многих работах в экспозиции. В холоде и в голоде художники неустанно творили. Порой именно живопись помогала им преодолевать страх и давала силы для жизни. Это зримое воплощение человеческой стойкости, история подвига, сложенная из потерь, трудовых свершений, надежд, дружбы и взаимовыручки. В этом уголке экспозиции взгляд задерживается дольше всего. Художник Константин Рудаков запечатлел лицо матери-блокадницы – одной из тех, кто последний кусочек хлеба отдала ребенку. Нельзя без слез смотреть эти картины. И вы знаете, спасибо им, они дают нам право не забывать Великую Отечественную. Сколько погибло, погибли и дети. Это не только трогает душу, но и заставляет задумываться. Никогда ни наше поколение, ни последующие не должны забывать уроки Великой Отечественной войны. Это наша с вами жизнь. Если мы прошлое не будем помнить, нас не будет. Поэтому, вы знаете, я в восторге от этой выставки. Уходишь с настроением грустным, но с победой. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика. Строевая подготовка, рукопашный бой, кадетский вальс. В Чебоксарах стартовал месяц усиленной спортивной и оборонно-массовой работы. От всех, кто мечтает защищать Родзену, Ирина Волкова. Два года я этого хотел. Хорошо маршировал, везде участвовал. На присяге правокурсников тоже докладывал в полковнике. И сегодня Кирилл Гордеев – командир взвода. Целью стремленности ребятам не занимать. О карьере в погонах здесь мечтает добрая половина. Строгая форма и усиленная физнагрузка. Это повседневность. Ну, я с детства такая девочка была, боевая. Мне нравится там стрелять, лазить. Вот это вот все. Строение смирно. Это очень интересно. У меня дедушка военный очень много рассказывал об этом. Вот меня как-то занесло. По стопам деда, может быть. Он очень много о армии рассказывал о своих друзьях. Папа был в армии, он чуть не дошел до майора. Ему пришлось вернуться домой. Поэтому я хочу так же. Но уже продолжить как бы его путь. Важная в истории страны дата – 75-летие Великой Победы. Пройдет красной нитью через все события месяца. И, конечно, юнормейцы будут встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны. Во всех школах города пройдут уроки Победы. Желаю вам успехов, здоровья. И желания научиться тому, как защищать нашу великую Родину. Кадеты, курсанты Детской полицейской академии и юнормейцы станут активными участниками основных мероприятий. Дети будут писать свои проекты. Кроме того, зорнички и орлята будут готовиться к тем мероприятиям, состязаниям, которые пройдут сначала в городе, потом на уровне республики. Это изучение и уставов, это и огневая подготовка, строевая подготовка, но другие мероприятия, сопутствующие именно военно-патриотическому воспитанию и подготовке, скажем так, несовершеннолетних к будущей военной службе. К городским школам вскоре подключатся и районные. Старт республиканского месячника оборонно-массовой и спортивной работы дадут 25 января. В Маргаушском районе живет мастер на все руки. Иван Васильев сам собирает сельхозтехнику. 29-летний Кулибин удостоился стипензии главы Чувашии за творческую устремленность. С необычным умельцем встретился Рифат Фаткулин. Для Ивана Васильева нет деталей, которые идут в утиль. Самодельные копалки, бороны, культиваторы. Двор хозяйства полон различных сельхозагрегатов. Модели не повторяются. Это и дешевле, и результат лучше. С покупной техникой нет никакого сравнения. Ведь изготавливает их молодой инженер под свои нужды. Никаких схем и чертежей. Все идеи в голове. Эта машина, к примеру, собрана из запчастей старики Жигулей и УАЗика. Мы делаем подкормку озимых, чтобы раннее мясное выйти и не застрять. Грязи, короче, вместо трактора быстро, эффективно. Зима уж ушла. Одна зима ушла. Там три месяца, что ли, у нас. Три-четыре месяца ушло. Экономия у меня на этом приличная вышла. А так сами они миллион с лишним стоят. Самоходные на колесах низкого давления. Старания молодого специалиста не прошли даром. Стипендия, главы Чувашии, награда за талант и трудолюбие. Не думал, что пройду. Нормально думаю. Работа, значит, виднеется. Люди смотрят. Для молодежи, конечно, нужно. Это тоже стимул, чтобы показать себя. У меня и отец инженер в соседнем хозяйстве работает. И учитель у меня тоже, который меня всему научил. Дорогу дал. Тоже в соседнем хозяйстве тоже работает. Вот. Может, после этого пошло. Потом и самому затянуло после этого. Вот и сюда пришел. Здесь ребята поддержали. Сейчас Иван Васильев вместе с командой готовит технику к выходу в поле. Своевременно проведешь ремонт, спокойнее будет во время весенней страды. Коллеги по цеху молодого специалиста уважают. Он, как сказать, пришел к нам недавно, 3 года, 4 года назад. Но показал себя со всех лучших сторон. С ним очень приятно работать. Ходит совсем общий язык. В технике очень хорошо разбирается. Поэтому у нас получается техника в лучшем состоянии, чем была, например, раньше. То, что Иван Владимирович получил стипендию, конечно, это его полная заслуга. Планов у Ивана Васильева много. Так же, как и сил и энтузиазма. Так что новые изобретения не за горами. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика. Редкая гостья. В Чувашии обнаружена полярная сова. Накануне вечером ее заметили в Канажском районе. Свое название «белая» она получила из-за окраски оперения. А синоним «полярная» из-за того, что обитает в тундровой зоне за полярным кругом. Этот вид в республике встречается очень редко. В 2010 году белую сову включили в Красную книгу республики. За последние 20 лет она замечена всего три раза. Сфотографировать вид в пределах республики удалось впервые. Таковы главные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин